На фасаде администрации города Полысаева красуется герб. Античный юноша, на ладони у которого пылает огонь. По логике вещей, местные чиновники, как легендарный Данко, должны быть готовы вырвать сердце из своей груди ради блага жителей города. Однако мы побеседовали со многими полысаевцами и убедились, свою власть они, мягко говоря, недолюбливают, а мэру города готовы задать множество неудобных вопросов. Южная окраина Полысаева в последние годы подтапливается грунтовыми водами, фундаменты жилых домов трескаются, в погребах и подполях круглый год стоит вода. Виной всему угольный разрез Моховский, ведущий разработки в опасной близости от города. Около 60 полысаевцев написали коллективное обращение в общественную приемную ЛДПР. Да стучаться со своей бедой до местных чиновников, как до небес, они уже отчаялись. Сколько у нас сейчас проблем, чтобы попасть на прием, вот, это надо записаться предварительно, по какому вопросу, по какому что там, тебя никто не выслушивать не будет. А вот жилые дома на печально знаменитой улице Победы. Эти промерзающие насквозь новостройки городская администрация была вынуждена ремонтировать уже вскоре после сдачи в эксплуатацию. Однако на многочисленные жалобы жильцов в вышестоящей инстанции чиновники реагируют как на личную обиду. Очень агрессивно. Пришел ответ, что, конечно, разобраться на месте. Пришли шесть человек, давая меня почувствовать одну. Я говорю, вы что, вы не тебя спасаетесь, что ли? Я неправду сказала. Эти жители улицы «Зеленый ключ» вынуждены пить техническую воду из скважины, которая пробурена на территории скотомогильника. Они тоже рассчитывают на помощь юристов ЛДПР, считая ее более действенной. Вот мне с рацией доходил бомб весь, им плевать. Им одинаково приятно. Они считают, что здесь не люди живут. Да, здесь не люди живут. Это не просто слова, сказанные в сердцах. Алла Ильинична уже пыталась обратиться к властям за помощью, но сама пожалела об этом. Пришла в администрацию, где Огоньков, они за мной бегом. Я на второй этаж, они за мной бегом. И силой меня, можно сказать, выкинули. Пишите заявление. Заявление написало, что у нас вода такая плохая, что ее невозможно ни пить, ни стирать, только поливать ею можно. Вот. Они мне написали, ответ дали. У вас все нормально. Может, глава города Полысаева, Зыкова, не в курсе ваших проблем? Почему не в курсе? В курсе, курсе. В одном из ветхих домов поселка Шахта Октябрьская живет Екатерина Алексеевна Шакурина. В юбилейный год Великой Победы городские власти торжественно пообещали ее мужу, ветерану войны, переселить семью в благоустроенное жилье. Но вот уже и ветеран умер, не дождавшись обещанной квартиры, а его вдова все стоит у ворот, вглядываясь вдаль. Не появится ли машина главы города с известием о новоселье? Вам Зыков сам приезжал лично? Никогда. А почему? А нет, был Зыков в один раз. А когда еще начали нас трясти? Как начали трясти, а так больше не было никогда. Давно не верит в честное слово чиновников и шахтер-ветеран Анатолий Закоблуковский, который живет на подработанной территории в поселке Мередь. Его аварийный дом попросту сползает с фундамента, а в затопленном погребе невозможно хранить урожай и заготовки на зиму. Со своими жилищными проблемами Анатолий Александрович тоже отчаялся получить помощь мэра города. Я уже ходил к ему, к Зыкову, это года три тому назад. Говорит, приедем, засыплю я тебе погреб. Куч, говорил, я другой погреб выкопаю. И до сих пор копают. Жильцы фанерного дома на улице Космонавтов, которые власти никак не желают признать аварийным, морозными зимами кочегарят свои печи едва ли не круглосуточно. Дырявые расползающиеся стены не держат тепла. Я хочу встретить мир в уюте, чтобы не достать этот долбанный уголь, как меня он уже достал. Эти дрова где-то, что-то где-то доставать. Вот выходные, шесть леди рассыпешь, сажай, пока подкинешь копоть. Я говорю, мы... У меня даже нет слов вообще, на кого мы здесь похожи. Кочегары, мои плотники. Я говорю, по-тих язык буду сказать, чтобы он мне приплачивал, как кочегару. Антонина Александровна даже мечтает о том, чтобы на время поменяться с жильем с кем-нибудь из чиновников. Пусть поймут, каково это. Выживать в нечеловеческих условиях. Ну сколько можно уже так жить? Нет, они, значит, как говорится, зад себе моют в тепле. Все, начальство, администрация, все. Ну взяли бы, на месяцок хотя бы со мной поменялись. Кто же согласится меняться с вами, наивная женщина? Разве эти люди шли к власти для того, чтобы отстаивать ваши интересы? В соседнем городе Ленинский-Кузнецком есть новый район под названием Лесной городок. Именно там находится престижный коттедж, в котором проживает полысаевский мэр Валерий Зыков. Знают ли простые полысаевцы о том, что Валерий Палч не живет в городе, которым управляет? И напрашивается закономерный вывод. То ли мэр настолько не любит Полысаева, то ли просто расписывается в собственном бессилии. Ведь куда проще поселиться в соседнем городе, чем навестить.